Дорогие партнеры, добрый вечер. Я знаю, что в Калифорнии это еще ранний вечер, 5 часов. А у Иры, которая пришла к нам сегодня поговорить о наших продуктах, 3 часа ночи. И вот я бы вас хотела познакомить многие с Ирой Абдуленко. Вы ее видели на награждении. Она перед вами, вы видели, как ее награждал наш президент Сергей Куликов. Золотой вербью она вошла в 9 самых высших номинаций компании за наивысшие достижения в классических результатах нашей компании за год. Я Ирину знаю 12 лет. На протяжении всего этого времени я знаю ее как очень грамотного специалиста. Более, наверное, 16 лет она занимается натуральной медициной. Это бесконечно грамотный человек и очень переживающий за здоровье людей. Именно Ирина тот человек, который меня познакомил с продукцией P.E.O. И это мой спонсор. Дай бог, ребята, чтобы у вас были такие спонсоры, которые, несмотря на большую разницу во времени, всегда будут готовы протянуть вам руку и оказать вам помощь в работе с вашей группой. Добро пожаловать, Ирина. Спасибо большое. Спасибо большое, Маечка. Всем добрый вечер. Я хочу, прежде чем начну рассказывать о продукте, я хочу поприветствовать всех, кто совсем недавно или только-только стал партнером компании P.E.O. И хочу, конечно, вам сказать словами Сергея Сергеевича Гулькова, который говорит всем, вы никогда не пожалеете, вы никогда не пожалеете о том, что вы пришли в компанию P.E.O. Год назад, 6 ноября, я тоже зарегистрировала контракт. Так как я давно уже работаю в альтернативной медицине, достаточно давно, уже больше 19 лет, как человек, который всегда интересуется всем новым, вот для меня слово инновация – это всегда интерес. Я никогда не проходила мимо. Я всегда смотрела, читала, потому что я же понимаю, что мы живем в 21 веке. Я понимаю, что сегодня возможности глобальные у ученых, и у них есть сегодня доступ увидеть то, что никогда, наверное, были фантастические возможности сегодня. И инновация, она действительно в наше время дает возможность получать удивительные открытия. И поэтому я всегда прислушивалась, мне было интересно, что появляется нового, особенно в области здоровья, потому что для меня всегда на первом месте в моей жизни стоит здоровье, как мое, так и моих детей, да и вообще всех людей. А путь мой в альтернативной медицине начался, как у большинства, с болезнью. Мне было 37 лет, и у меня началась экзема, мокнущая, прогрессирующая экзема. И я понимала, что с помощью традиционного лечения я никогда не смогу ее вылечить. Я смогу ее загнать в кровь, и, естественно, буду получать постоянные рецидивы. И я решила, вот тогда, это был 1998 год, и я решила бороться. Я решила все-таки попробовать победить эту болезнь, которая стоит в традиционной медицине в списке неизлечимая. Я решила все-таки ее излечить. И, конечно, я понимала, что только природа, только природа способна действительно дать ей результат. Я ее победила. И когда мне сегодня некоторые мои же коллеги, особенно врачи-дерматологи, говорят, что это невозможно, что это фантастика, я говорю, меня переубедить сегодня нельзя. Я сама победила эту болезнь без единого лекарства. И я помогла очень многим, сотням людям сделать то же самое. Да, этот путь был нелегкий. Этот путь был сложный, долгий. Потому что тогда не было таких замечательных продуктов. Это были настои, отвары, это были базы. И мой путь был длиной в 9 месяцев. И я, конечно, тогда пересмотрела режим однозначный, рацион питания. Но я справилась с этой проблемой полностью. И, слава Богу, уже сколько лет вообще не было, то есть я вообще забыла об этой проблеме. Поэтому, конечно, все, что касается здоровья, то, что касается настоящего результата, меня это всегда, это была, естественно, моя задача, это была моя профессия, для того, чтобы помочь человеку по-настоящему найти первопричину его болезни и порекомендовать, как правильно можно с ней справиться. И поэтому, когда мне позвонили и рассказали об этом продукте, я сделала самое главное, что я стала изучать. Мне хватило 10 дней. Мне хватило 10 дней для того, чтобы познакомиться с компанией APL. Но так как я девочка возрастная, все-таки, то, конечно, на первом месте у меня стояла именно продукт. Потому что меня это в первую очередь интересовало. Как он работает? Что это за продукт? В каком состав продукта? Что это за технология Камулит Эсэй? Какие возможности у этого продукта? Поэтому, конечно, первые ролики я изучала именно по продукту. И, конечно, хочу отдать должное компании, что за 8 лет у них собралась уникальная информационная база по продукту. Начиная с Маковской, врач-хирург, кандидат медицинских наук, замечательные у нее есть видеоматериалы. Это и биофизик Кузнецов, который уже глубоко рассказывает о этой технологии, именно как физик. Огромное количество выступлений в Германии врачей. И, конечно же, все эти фантастические результаты. Я из той породы людей, которые верят в чудо. И для меня не было каким-то таким удивлением, что эти продукты помогают людям, например, избавляться от красной волчанки, от псориаза, от ревматоидного артрита. Я реально за столько лет изучения вообще альтернативной медицины, нутрициологии, я реально понимаю и биоэнергетики в том числе. Конечно, я и китайской медицины. Я понимаю, что наш организм, он может все. Просто ему чего-то не хватает. А чего ему не хватает? Сегодня мы уже это все понимаем. И я это раньше понимала, начала понимать, когда я начала сражаться со своей болезнью. И поэтому мне хватило всего лишь 10 дней для того, чтобы и с продуктом разобраться. Ну, конечно, маркетинг. Меня тоже, когда я поняла эксклюзивность продукта и что действительно такого продукта аналогов нет, то тогда, конечно, меня заинтересовал уже и сам бизнес, и маркетинг. Потому что у меня тоже есть опыт работы. Сетевой маркетинг достаточно долгий. И есть чем сравнивать. И результаты, конечно, превзошли все мои ожидания. Потому что, когда я начала, уже активно включилась в работу, то есть мне нужны были доказательства. Доказательства того, что все свои усилия и свое время, а время – это жизнь, а мне уже не 16, не 30, не 40, и времени чего-то пробовать, искать у меня нет. Поэтому опыт мой уже в сетевом маркетинге, он заставил меня более тщательно проверять информацию. И когда, естественно, я уже все пересмотрела, проверила, я заказала себе продукт, и я начала сама его применять. Я начала давать его своему кругу. Потому что, в принципе-то, у меня каких-то проблем со здоровьем глобальных таких нет. Потому что я, естественно, уже столько лет занимаюсь своим здоровьем, занимаюсь профилактикой. А вот с супругом у меня случилась такая проблема. У него где-то с апреля месяца 2019 года появилась аритмия, нарушение сердечного ритма. Поэтому, конечно, я сразу взяла ХАР, но я взяла себе сразу МЭЛС, потому что, в принципе, как бы таких глобальных не было проблем. Но герпес иногда да, а иногда сколько? Два-три раза в год. А это уже плохо. Это уже говорит о том, что герпес – это тот вирус, который очень истощает иммунную систему. И себе взяла МЭЛС, ему взяла ХАР. И начали принимать. Результаты мы получили сразу очень хорошие, потому что как только он начал принимать ХАР, все, у него сердечный ритм, ну, как бы не было столь запущено. Да, это правда. Поэтому очень быстро восстановился сердечный ритм. И сегодня, если он раньше принимал по четыре дрожжей, сейчас он принимает по две, но он уже делает это постоянно. Ну, бывают какие-то перерывы незначительные, но в основном он делает постоянно. И самое главное, что дал этот продукт, еще ему восстановилась реология крови, потому что третья группа крови, люди генетически предрасположены к вязкой крови, к вязкости. И поэтому он пьет, принимает результаты. Продолжение следует... Вика, что-то со звуком, да? Вика? Мне кажется, что Иру выбило. Ага, ну ждем тогда. Потому что сначала она как застыла, а сейчас ее вообще нет. Сейчас будем ждать. Будем ждать. Вика. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что Сергей Сергеевич Куликов – это тот президент, который действительно выполняет то, что он говорит. Сомнения все равно были, потому что, естественно, бизнес, которым я занималась 16 лет, это просто потерпел крах и были разочарования, конечно. Ну и были какие-то уже внутренние такое состояние. Да ну, не хочу я больше, зачем? Система, слава богу, есть авторитет, есть репутация. Ну вот буду заниматься своим делом, да и все. Но все-таки те, кто соприкоснулся когда-то с сетевым маркетингом, все равно понимают, насколько эта система классная тем, что она дает свободу и она дает возможность сегодня зарабатывать. Ситуация у нас в Украине, ну вы знаете, что я там буду вам рассказывать, именно материальная ситуация. И, конечно, все равно они нужны, без них сложно и не хочется существовать, хочется как-то комфортно жить. Поэтому я все-таки приняла решение и начала работать. Да, и вот таким образом я подключила и Украину, и Россию, и Америку и проверяла, честно вам скажу, проверяла, как деньги начисляют, как деньги выводят. Но, к сожалению, мы в такое время живем, когда слишком много говорят, но мало кто по-настоящему что-то делает. И когда уже, конечно, это уже был апрель месяц, когда я уже все проверила, что начисляются деньги и выводятся вовремя, то есть все. Я даже, ну просто неожиданно, но получила я его за то, что я как новичок за год заработала больше всего денег в структурном бонусе. Вот это как бы награда выдается, называется лучший классик. Поэтому, конечно, я хочу сказать всем, кто сегодня присоединился к компании. Опять, видимо, выбила. Ребята, с каким трудом идут к вам знания. Сколько трудов ночью человек посвящает, чтобы нам рассказать основы нашего бизнеса. Давайте наберемся терпения все-таки. А пока Ирины нет, я хочу сказать, что вот я обнаружила свой имейл от вот об этом промоушене. Насчет косметики в джанк. Очень часто имейлы попадают вот в джанк имейл. Вам просто в имейле нужно зайти и ввести компанию Apple Go в свои контакты, и тогда она у вас будет приходить в инбакс. Окей. Ангелиночка, спасибо. Мы увидим, пока Ира входит, я вам объясню. Имейл получили все, потому что имейл идет в зависимости от регистрации. Независимо от того, на каком языке мы пользуемся. В компании есть контракты, которые зарегистрированы в Америке. Вот все контракты, которые зарегистрированы в Америке, получили этот имейл. Согласно имейлу речь идет о том, что будет 50% скидки не на каждый отдельный продукт, а именно на набор. Причем включать этот набор будут те новые продукты, которые сделаны в Германии. И та коробочка, в которую входят три продукта, которые раньше получали во всех странах, кроме Америки. Мне посчастливилось в апреле выиграть контест, который проводил один из наших спонсоров Айрат Шарафуддинов. И по этому контесту я выполнила его дважды. Я получила от него в подарок два набора. Мне эта косметика очень подходит, потому что она легко впитывается, не остается на коже. И я видела прекрасные результаты. Теперь по поводу С. Я покупаю косметику. Раньше когда-то покупала косметику Ланком. В последнее время перестала, потому что от Ланкома я чувствовала горький привкус от крема внутри. Теперь покупаю дорогую косметику Шоссейда. И честно вам скажу, что тоже не очень довольна, потому что кремы держатся на лице как маска. Поэтому я с удовольствием куплю и попробую эту новую косметику. Опыт у меня был хороший. Но я думаю, что Ира вернулась. Да, я опять на связи. Да, пожалуйста. К сожалению, да, видите, вот этот клет у нас. Ну, давайте я уже не буду делать прелюдии. Давайте я уже... Да, давайте о продукте. Ну, в первую очередь мы должны с вами понять очень важную вещь. Что позиционируется наше драже ЭПЛ как клеточное питание. Это действительно правильно. Потому что именно технология Аккумулит и Сэйд дает возможность нам действительно об этом заявлять. Потому что, что нам очень важно, для того, чтобы нам свое здоровье укрепить, все наши органы восстановить, для того, чтобы и дальше наш организм мог работать слаженно. Я, наверное, выключу видео, потому что немножечко тянет компьютер. Я думаю, что так лучше будет, да? Конечно, хотелось бы, но тяжело. Не знаю, почему тормозит сеть. Поэтому, если мы говорим конкретно, конечно, о клеточном питании, то именно драже ЭПЛ сегодня и являются тем настоящим продуктом, который действительно соответствует этому. Почему? Потому что все, что нам сегодня заявляют, что это, да, клеточное питание, понятно, что клетки необходимы определенные строительные материалы. Для того, чтобы она была здорова, чтобы для того она выполняла свою функцию, всем нашим клеткам, наших органам нужны определенные продукты. То есть строительные материалы, без которых, естественно, функция, то есть работа органов не будет полноценной. Но на пути у всех тех продуктов, которые мы применяли ранее и которые сейчас массово применяют, конечно, да, капсулированные формы, таблетированные, стоит наш желудочный кишечный тракт. А наш желудочный кишечный, наш пищевой конвейерный, наш желудочный кишечный тракт, к сожалению, оставляет желать лучшего. И именно эффективность от приема таких продуктов зависит именно от состояния желудочно-кишечного тракта. И то, что мы сегодня имеем, и то, что, к сожалению, не учитывают производители, не говорят не то, что не учитывают, не говорят об этом. Что для того, чтобы получить результат от определенного продукта, который в капсулированной форме, или в таблетированной, или это настой от вас, конечно, в первую очередь надо пройти этап оздоровления пищеварительного тракта, всего же желудочно-кишечного тракта, начиная с желудка. И мы с вами тоже понимаем, что уже даже с детства у детей, сегодня дети рождаются сбит бактериозы, в подростковом возрасте уже гастриты. То есть на желудочно-кишечный тракт очень рано уже появляются какие-то изменения в работе. А это все влияет именно на усвоение тех необходимых макостроительных материалов, которые мы получаем от природы, от растительного сырья. Поэтому, конечно, мы должны понимать первое, что именно дефицит бактериозовых веществ приводит к возникновению сначала симптомов, синдромов, а потом уже формируется болезнь. И именно эти строительные материалы, конечно, дают нам только природа. Это фрукты, это ягоды, это овощи, мясные продукты, молочные, это белок. И мы тоже должны понимать, что мы белковые, мы состоим из белка, это наш основной строительный материал. Все ферменты, гормоны, элементы иммунитета, это все белковые структуры. И, конечно, именно усвоение, переваривание, расщепление пищи, это является основным условием для того, чтобы наши клетки получали необходимый набор строительных материалов для того, чтобы они выполняли естественную целостную функцию. Но что мы сегодня с вами наблюдаем, это не сегодняшний день. То есть падение коэффициента полезности в наших овощах, фруктах вообще и в ягодах, он с каждым годом, этот коэффициент падает. Поэтому тот состав, который был в начале, например, 20 века в яблоках, да, например, там 150 миллиграмм железа, суточная дозировка железа для человеческого организма, то сегодня в 20 раз меньше. И это будет продолжаться дальше. Наша пища сегодня очень скудная именно на эти необходимые жизненно важные для нашего организма вещества. Но это ведь не только витамины, минералы, макро- и микроэлементы. Это же еще и биополоноиды, это наши защитники, антиоксиданты. То есть там огромное количество тех жизненно важных веществ, которые необходимы нашим клиентам каждый день, а не раз в месяц, а не раз в полгода. И беда в том, что да, они скудные, но беда еще другая. То, что еще они и обрабатываются всевозможными ягодительными веществами. Я об этом уже говорила, нитраты в овощах, особенно появление овощей в зимний период, это как бы как раз показатель того, они выращиваются в теплицах и обрабатываются нитратами. И вместо полезных веществ в наш организм приходит еще огромное количество химикатов. И они, естественно, окисляют наш организм, приводят к нарушению самого важного параметра жизненного. Это кислотно-щелочного баланса общих ввод организма. Ну и, естественно, затем нарушение этого параметра и приводит уже к началу серьезных таких болезней. Это в первую очередь желчекаменная болезнь, мочекаменная болезнь, это подагра, ну и так далее. Их много и они разнообразные. То же самое касается, конечно, земель зараженных радиацией. Поверьте мне, сегодня в мире более 500 атомных электростанций, которые есть везде, ну, во всяком случае в большинстве стран. И понятно, что эти все земли, очень многие, они заражены серьезными тяжелыми металлами. И если мы говорим сегодня об использовании природного сырья для лечения, очень важно качество сырья, где берут это сырье, эти экстракты для производства там собственных продуктов для здоровья, для того, чтобы принимать их вовнутрь. И поэтому для меня, конечно, таким ключевым моментом в выборе, конечно, стало, когда я сама посмотрела ролик представителя компании Бара Хэрбс, израильская компания, и я, поверьте, была, хотя я очень много знаю, читаю, но когда я пересмотрела, я этот ролик посмотрела три раза. Я была просто вот в таком шоковом удивлении, потому что ни с чем подобным я никогда не сталкивалась. С таким профессионализмом, с таким качеством, с таким оборудованием, с таким подходом к выбору сырья. Да, и не только на экологичность, не только на чистоту, но и на биологическую активность. Поэтому я считаю, что всем, кто только начинает делать первые шаги в компании как бизнес-партнер, обязательно нужно этот ролик посмотреть, и не просто еще и с ручкой, и с бумажкой, и ключевые просто вещи повыписывать, потому что это и есть подтверждение эксклюзивности вообще нашего продукта. Уникальная компания, которая действительно все делает на высочайшем качестве, те все экстракты, которые применяют в производстве ЭПЛ, дрожжей ЭПЛ, как раз поставляет нам компания Бара Хэрбс. То же самое касается и растительных экстрактов, лекарственных трав, потому что сегодня тоже нашему организму, кроме витаминов, минералов, макро-микроэлементов, биохлавоноидов, нам нужна поддержка природы, потому что каждый из лекарственных растений обладает определенными свойствами для того, чтобы помочь органы быстрее выздороветь. И мы знаем, как есть такие вот вещества, как гепатопротекторы. Это те вещества природные, которые помогают восстанавливать, например, печень. Или кардиопротекторы. Это те, которые помогают восстанавливать наше поврежденное сердце и так далее. И именно лекарственные растения, они имеют уникальные свойства именно воздействовать на определенные органы и помогать им очень быстро восстанавливаться. Но, конечно же, очень важно понимать, как я говорила, что проходя через желудочно-кишечный тракт, все эти замечательные растительные дары природы, они, к сожалению, пока попадают в кровь под воздействием нашего желудочно-кишечного тракта, очень многие вещи просто нейтрализуются. Вот поэтому эффективность от... Некоторые нейтрализуются вообще, а некоторые вообще как бы не расщепляются, не усваиваются из-за того, что есть проблемы именно в работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому кто-то получает замечательные результаты, а кто-то не получает вообще результатов, и, конечно же, не получение желаемого результата, конечно, вызовет у человека разочарование и негатив. Но это не природа виновата. Это изначально виновата то, что причина... Сначала и подход неправильный, будем говорить, рекомендация. Потому что для того, чтобы применять вот те старые методы, я считаю, что сегодня уже БАДы в капсулах и в таблетках, это уже вчерашний день. И вот для того, чтобы их применять, сначала надо полностью привести в порядок свой желудочно-кишечный тракт, а потом только уже их применять. То есть этапы лечения, они будут достаточно длительными, потому что потом надо почистить кишечник, потому что процессы всасывания происходят там. Потом нужно обязательно пропить какую-то противопаразитарную форму, потому что, опять-таки, если в кишечнике в тонком и в тонком есть паразитозы, есть какие-то кишечные инфекции, то, к сожалению, мы тоже очень много потеряем по пути в кровь, драгоценных вот этих жизненно важных веществ. И, конечно, сама форма приема наших продуктов, вот это как бы тот очень важный момент, когда я тоже сразу же обратила внимание, сублингвальный, подъязык, это приравнивается к внутривенной инъекции. Для меня, для человека, достаточно долго работающего с БАДами, вообще с растительными препаратами, это было первое, потому что я понимаю реально, что это сразу кровь, что мы минуем желудочно-кишечный тракт и попадают все экстракты, все, что есть в драже, все сразу попадает в кровь и, естественно, очень быстро попадает в наши клетки. Поэтому, но мы должны еще понимать одну очень важную вещь. Для того, чтобы вы получили действительно достаточно такой стойкий и высокий результат, мы должны, конечно, понимать, что попадая в кровь, нам очень важно, какое качество крови будет. Нам очень важно сосудистое русло и, в первую очередь, микроциркуляция. Насколько нарушен процесс кровоснабжения наших органов. Потому что, действительно, в крови может быть всего достаточно, а если микроциркуляция, наши самые маленькие сосудики, капилляры, они заблокированы, то, к сожалению, мы не получим желаемого результата. И это часто мы видим, когда у человека в крови достаточно кислорода, у человека инфаркт. И, а почему у нас есть проблема сегодня с микроциркуляцией? Хотя это проблема не с сегодняшнего дня. Залманов еще 150 лет назад писал об этом, что и микроциркуляция, там, они, там, 60% капилляров не работают. Это было начало 20 века, 30-35 года. То на сегодняшний день у современного человека это почти 90. А почему вопрос? А потому что стресс. А потому что кортизол. Потому что гормоны стресса приводят к тому, что сужаются все наши сосуды. И, конечно, окалибр-то у капилляров очень маленький. Для них сузится, это значит, все, просвет перекрывается. И таким, естественно, нарушается процесс кровоснабжения всех наших органов. И поэтому нам важно понимать, что мы должны иметь тот продукт, который будет работать комплексно, системно. То есть, чтобы мы приняли продукт, он попал в нашу кровь, но чтобы он сразу не только нес нашим предкам достаточное количество питания, растительных лекарств, лекарственных растений с определенными свойствами для восстановления структуры органа, для восстановления функции органа. Но нам еще очень важно, чтобы сразу же в крови присутствовали вещества, которые будут нейтрализовывать гормоны стресса, которые будут мягко способствовать расширению просвета сосудов, то есть там и сразу же восстанавливали кровоснабжение. И поэтому от такого продукта мы, конечно же, получим результат. И сама технология Аккумулист Эссей, она уникальна тем, что помимо того, что понятное дело, что сегодня везде самые продвинутые компании сегодня однозначно применяют нанотехнологии, потому что размер частицы очень важен. Те все экстракты, которые в наших драже есть, они еще и подвергаются технология Аккумулист Эссей. А что она дает? Она дает нам возможность высвободить, то есть взять у растений, у ягод, у овощей, и с фруктов по максимуму взять все, что она содержит. Потому что те же экстракты или настои, когда мы применяем водный раствор, то растение отдает всего лишь 20%. Спиртовой 60%, да, но спиртовые настои нельзя принимать постоянно, регулярно, особенно людям с больным желудочно-кишечным трактом, людям, у которых есть проблемы с почками. Их нельзя постоянно, регулярно принимать, потому что будет очень много побочных осложнений. А технология Аккумулист Эссей, она позволяет вот эту клеточную мембрану клеток растительных, которая очень жестко, полностью разрушить, что называется, устранить дикудный пограничный слой клеток. И это способствует стопроцентному высвобождению всех тех активных веществ, которые содержат растения или ягоды, крупные овощи. Ну и, конечно же, ноу-хау и этой технологии, то, что все наши драже, они еще и отрицательно заряжены. А отрицательный заряд, это действительно спасение сегодня для нашего организма, потому что мы сегодня живем в мире перенасыщенных положительных зарядов. Это наши гаджеты, электромагнитное излучение, электромагнитный смог, он присутствует. О нем сегодня говорят очень много специалистов, но, к сожалению, об этом мало рассказывают населению. Что такое излучение и что происходит в нашем организме, когда слишком много наш организм получает эти излучения. И именно отрицательный заряд, попадая в нашу кровь, он изначально исправляет такие ситуации, как, например, уже потерявшие свой отрицательный заряд эритроциты, когда они склеиваются, агрегация идет, они склеиваются, или те же тембоциты, элементы крови, когда они теряют свой отрицательный заряд, они просто начинают притягиваться друг к другу. И вот такие, мы получаем вот такие вот склеенные конглобираты. Это всегда идет риск тромбообразования. Поэтому все наши дрожжи, абсолютно все, неважно, или это релакс, или это гроу, или это хепер, неважно, они все являются сортуродными антикоагулянтами. Потому что, естественно, людям начинают назначать синтетические антикоагулянты, которые имеют массу побочных осложнений, но и самое страшное осложнение, это именно риск кровотечения в имплиниках, потому что сильно повреждают слизистые нашего организма. И мы получаем отрицательный заряд, попадая в наше кровеносное русло, сразу же, за очень быстрое время, прибудет в норму реологию крови. То есть текучесть крови. Мы сразу наблюдаем движение. И таким образом восстанавливается, конечно, качество крови. Потому что одна из причин высокого давления однозначно есть вязка крови. И вязка крови. один-ними Mexican Текучесть. несколько лет. Пока Ира войдет, ребята, я вас очень прошу записывать то, что она говорит, потому что в тех вопросах, которые я сделаю для новеньких на зачет на понедельник, эти вопросы будут. По крайней мере, то, что будет вопрос, что такое природные антикоагулянты, обязательно будет вопрос. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Потому что любое длительное воспаление может однозначно привести к онкологии. Поэтому его надо очень быстро устранять, потому что цирреактивные белки, которые вырабатываются в процессе воспалительных каких-то процессов в организме, они очень агрессивны и попадая в сосудистое русло, они будут вам травмировать ваши сосуды. И таким образом у человека начнет уже формироваться тот же атерострироз. Поэтому наш ГРО – это действительно уникальный продукт, прекрасный, который помогает тоже комплексно воздействовать полностью на весь наш организм, помогая и в первую очередь, конечно, для нас сегодня это делать наш иммунитет непробиваемым. И что еще могу сказать о ассортименте? Все продумано настолько профессионально, с учетом именно тех заболеваний сегодня современного человека, которые сегодня очень распространены. Ну и возьмем ту же аллергию, которая сегодня страдает. Огромное количество людей уже с детства. Дети начинают страдать аллергиями. И не только аллергиями полиноза на цветение, на пыль, на шерсть, но на пыль даже. Есть аллергия на холод, аллергия на солнце у людей есть. Ну и, конечно, это пищевые аллергии. Но причина, конечно, разная, но все равно аллергическая реакция, это иммунная реакция организма. Она, естественно, если не контролировать, если вовремя не убрать первопричину, заканчивается действительно уже аутоиммунными заболеваниями. Поэтому наш Альт, он действительно прекрасный продукт, который натуральный, природный, без побочных осложнений, потому что всем аллергикам выписывают химические препараты с огромным списком побочных осложнений. Поэтому прекрасный продукт, который действительно помогает не просто устранять симптомы, а если, конечно, длительное время им поприменять, потому что все зависит от запущенности, от стадии. Если только началась эта проблема, то за очень короткое время человек откорректирует работу иммунитета, потому что все-таки это болезнь иммунной системы. Откорректирует работу, потому что сюда входит астрогал, это мощнейший иммуномодулятор, мощнейший. Откорректирует работу и таким образом очень быстро избавится от этой проблемы. Если, конечно, уже человек годами страдает от аллергии, ну и принимает, естественно, препараты противоаллергические, которые, кстати, это одни из тех препаратов, которые тоже очень ослабевают иммунную систему. Это люди всегда находятся в зоне риска забореть в первую очередь коронавирусом. И продукт прекрасно помогает справляться и со временем, естественно, полностью помогает человеку справиться с этой проблемой. Но помимо этого, так как сюда входит и в состав, он очень хорошо, этот продукт работает на наши легкие. Поэтому я сегодня говорю, дорогие мои, у кого там хронические бронхиты, астма, очень много заболеваний легких есть. Сейчас у нас коронавирус, который в первую очередь уничтожает наши легкие. И прием Альта и Гроу – это та парочка сладкая, как я говорю, которая действительно даст вам такую супермощную защиту. Даже если вы подхватите коронавирус, но именно Альт не даст возможности глобально нанести серьезный удар именно по легке. Очень хорошо Альт работает на очищение почек. Он дает такой очень легкий, слабый, но такой мочегонный эффект. Поэтому если надо почистить ваши почки, а почки – это фильтры, и с возрастом, естественно, от качества крови зависит, насколько быстро этот фильтр засорится. Но, к сожалению, если у нас есть дома фильтры для воды, мы можем их поменять в какое-то время и поставить новые, то наши почки, к сожалению, мы не можем поменять и поставить новые. И для того, чтобы… Но их задача одна – это чистить нашу кровь. И Альт очень, если уже есть проблемы, и почки работают уже недостаточно полноценно, есть уже с этим проблемы, а проблемы, они проявляются уже заболеваниями серьезными, то Альт очень хорошо помогает действительно почистить почки, почистить кровь от пищевых токсинов. Альт прекрасно работает на выведение из организма пищевых токсинов, то есть он очищает кровь от пищевых токсинов. Следующий продукт – GTS, который я сама употребляю каждый день уже в течение года, потому что снижение энергии, особенно зимой. Вы же понимаете, что зимой сезоны очень влияют на биохимические процессы в нашем организме. И мы тоже должны это понимать. Когда уже, значит, в природе все потихонечку засыпает, снижается активность, то же самое происходит и в нашем организме. И для того, чтобы поддерживать свою работоспособность, свою энергию GTS, помогает нам в этом, потому что он поддерживает гемодинамику в нашем крови, в нашем сосудистом русле. Что такое гемодинамика? Это движение крови в сосудах или тонус. И есть люди, которые уже этот процесс ярко выражен, нарушен, потому что холодные руки, ноги, когда человек постоянно мерзнет, немеют, например, ноги, руки. То есть нарушение кровообращения – это сегодня страдают этим очень многие люди. И самое главное, очень часто подростки. Ну и, конечно, состояние сонливости, снижения работоспособности – это все именно связано с тем, что наши клеточные митохондрии не получают достаточного количества крови, а значит, питание. И они снижают, естественно, выработку нашей внутренней энергии. Поэтому мы получаем вот такое состояние. А GTS именно именно это тот продукт, не зря он позиционируется, как пробуди жизненную энергию. Вы можете подразумевать одно – восстановление кровоснабжения клеточных фруктур. Наши митохондрии получают нужное количество крови, а значит, строительных материалов и начинают работать на свою полную мощь. И таким образом, естественно, восстанавливается кровоснабжение и кровообращение. Релакс – тоже один из моих любимейших продуктов. Мало того, что любимейший, он нужный, он просто необходим сегодня всем нам, потому что, я уже говорила, мы живем все состояния хронического стресса. Стресс – это не только эмоции, стресс – это многозадачность на работе, это тяжелый труд физический, это недостаточный сон, это излучение. Сегодня современный человек живет, к сожалению, в ситуации хронического стресса. И, конечно, последствия стресса, не зря люди и говорят, что все болезни от стресса, потому что стресс сразу же снижает иммунитет, моноцитоз, это называется. Наши клетки-киллеры теряют свою активность, то есть на 50% они теряют свою активность. Иммунная система ослабевает, естественно, она не выполняет свою работу, а работа у нее одна – уничтожать чужих, которые попадают в наш организм или которые, вследствие того, что иммунная система ослабла, внутренние наши патогены начали активно размножаться, а иммунная система не может вовремя и достойно дать отпор, у нас начинаются воспалительные процессы и потом уже формируется болезнь. Последствия стресса их достаточно огромное количество, в принципе, все проблемы отсюда и начинаются. И поэтому продолжительный стресс, я всегда об этом говорю, то есть что происходит сразу? Это сужение наших сосудов, калибр сосудов, сужаются сосуды, объем калькулирующей кожи уменьшается, все, у нас сразу же возникает состояние гипоксии, мозг, недополучая кислорода, еще заставляет сердце быстрее работать. То есть вот преждевременное истощение, ну и вот так вот мы постепенно-постепенно и уходим из этой жизни. Поэтому релакс, я считаю, это основной продукт, с которого нужно начинать всем, не важно, что у вас болит, не важно, какой у вас возраст. Но начать с релакса надо неделю принимать релакс, дозировки 4 дрожжи в день. Для чего? Для того, чтобы снять внутреннее напряжение и в первую очередь именно в сосудах, для того, чтобы нормально начало циркулировать кровь, для того, чтобы приток и отток наладить, для того, чтобы не было сильных обострений. Поэтому чем больше у вас букет хронических ваших заболеваний, чем больше нужно посидеть просто на релаксе, кому-то неделю, кому-то две, а потом уже начинаете принимать все остальное. Вот тогда не будет глобальных обострений, а обострения должны быть обязательно. У наших не бывает выздоровления без обострений. Но для того, чтобы этот процесс прошел более-менее комфортно, чтобы болевые ощущения не были очень сильными, поэтому начинать нужно с релакса обязательно. Я могу вам сказать, что у каждого второго в Украине у нас норма кортизола превышает в два раза, у кого в три раза. И прием релакса, например, 4 дрожжи в день и 4 месяца у людей, у которых в два раза повышен кортизол, через месяц ровно приходит в норму кортизол. И, конечно же, человек это ощущает, давление снижается, головные боли проходят, то есть человек это ощущает. Поэтому обязательно, чтобы это было правильно, потому что наша миссия – это рассказать об этом продукте. Но и нам, конечно, желательно по минимуму получить от людей негативных каких-то откликов. Это очень важно для нас сегодня. А для этого надо просто правильно подойти к решению проблем со здоровьем. Замечательный наш МЭЛС, противопаразитарный продукт, тот, о чем я вам говорила. В чем его уникальность? В том, что когда мы его принимаем, этот продукт не убивает паразитов. Он их не умертвляет, будем так говорить. Просто он в среду, он настолько быстро ощелачивает наши общие воды, наши ПАЖ восстанавливает, что они просто быстро уходят сами из организма. Дело все в том, что прием противопаразитарных препаратов, конечно, аптечных и, конечно же, тех же растительных – это огромный удар по печени, если действительно сам продукт действует на патогены таким образом, что они погибают из нашего организма. Они оставляют огромное количество токсинов. И это идет сумасшедший удар по печени, жесткий. И вплоть до того, что даже у человека может развиться, например, от аптечных противопаразитарных продуктов гепатит. И вот наш Мелсон, он уникален, что мы его пьем, мы не ощущаем, нам не тошнит, у нас нет ротного рефлекса. Это говорит только о том, что наш организм не находится в состоянии интоксикации глобальной. Эти все паразиты просто сами покидают организм через наши жидкости. И вот в этом его огромное-огромное преимущество. Ну, хепер – это продукт, который, это забота о нашей печени, желчный пузырь, печень. Но вы должны понимать, что печень – это не только конкретно печень. Печень – это наши глаза. Печень – это наши мышцы. Печень – это наша кровь, качество крови. Потому что вот те же кровотечения, износа, например, у детей, да, или там у подростков, однозначно говорит о том, что надо лечить печень. И функция печени очень важная. Вы все люди взрослые, грамотные, вы все это понимаете. Нагрузка на нее сегодня в современном мире просто сумасшедшая, потому что в продуктах питания очень много химических веществ. Это бытовая химия, которую очень многие сегодня используют. И я, конечно, пытаюсь, конечно, постоянно людям говорить всегда об этом, что если вы до сих пор используете бытовую химию супермаркетов, ну, отдумайтесь, вы понимаете, сколько в ваш организм попадает. Или моющие средства люди используют, деды для душа, все они используют, они в супермаркеты покупают. А ведь через кожу огромное количество ядовитых веществ попадает в наш организм, и они просто окисляют, нарушают именно самые основные жизненные параметры кислотно-щевоочной баланс в нашем организме. Поэтому печень, это хепер, это тот продукт, который помогает нам лечить нашу печень, восстанавливать желчный кузырь. Вот слово лечить, я, наверное, неправильно сказала. Наши продукты не лечат, это не лекарство. Они просто дают, они поставляют нашим органам тот необходимый комплекс макро-микроэлементов, те необходимые лекарственные растения, которые именно нужны этому органу. Тут четыре гепатопротектора, четыре гепатопротектора в одном драже. Это расторопши, одуванчик, артишок и кукума. Самые популярные, самые часто назначаемые нутрициологами гепатопротекторы. Мощные. А здесь четыре в одном драже. И поэтому, конечно, ту помощь, которую они несут в печени, она за очень короткое время видна, потому что те же жировые гепатозы, холециститы, это все, этот продукт помогает решать. Но, опять-таки, скажу, релакс нужен. Почему? Перед тем, как принимать. Потому что спазмированы желчные продукты, спазмирован сам желчный пузырь, потому что гормоны стресса спазмируют не только сосуды, но и гладкую мускулатуру наших органов, которые есть в каждом нашем органе, во всех протоках. Тот же сфинктор ОДИ может быть спазмирован. И прежде чем принимать, все-таки надо пропить релакс для того, чтобы поснимать все вот эти спазмы в желудочно-кишечном тракте, которые естественные действия, если долговременно в организме человека повышен уровень гормонов стресса. Естественно, как компания должна была отреагировать на то, какое количество сегодня больных люди диабетом. Это тоже сегодня уже идет как бы в стадии пандемии. У детей сегодня, у подростков, естественно, у взрослых. Поэтому инсулинорезистентность – это сегодня у каждого второго. Опять-таки причина и стресс, и сама же пища углеводная в большом количестве. Очень много есть причин, но это сегодня очень актуальная проблема. Поэтому норм – это продукт, который действительно помогает диабетикам, всем, у кого слабая поджелудочная железа, ферментопатия, у кого просто и болел хроническим панкреатитом, у кого есть фанамность, диабет, то есть болели там, например, родственники, обязательно нужно уже реагировать. Я когда вам рассказывала симптомы, которые предшествуют, предшествуют, например, появлению уже конкретного диагноза, то у поджелудочной железы они ярко-ярко выражены. Во-первых, локти. Локти. Вы смотрите, если есть шероховатость, если есть изменение цвета, то есть вот именно по локтям вы можете сразу оценить состояние своей поджелудочной железы. По предпочтению в пище, если вам постоянно хочется мяса, это тоже первый признак слабости поджелудочной железы. Если вы выпили там, я не знаю, 150 грамм вина, и тут же вам захотелось идти спать, это признаки слабой поджелудочной железы. И поэтому норм – это как раз тот продукт, который укрепляет нашу поджелудочную железу, возвращает ее, ее здоровую и структуру, и функцию. Вот очень важно понимать, что и структуру, и функцию клеток. Стоп – это продукт для восстановления микроциркуляции и для… как природный спазмолитик работает. Но опять-таки, не каждую боль он убирает. Причина болевого синдрома тоже может быть разная, понимаете? Вот надо тоже это понимать. Но работает прекрасно на микроциркуляцию. И стоп – очень хороший антикоргулянт природный. Вот у меня, например, на человек 10 моих уже пациентов именно на стопе нормализовали артериальное давление. Вот потому что именно у них причиной была именно вязкая кровь. И только на одном стопе они нормализовали себе давление, ушли головные боли в течение месяца-полтора. Ну, у всех по-разному. Поэтому стоп, он должен быть дома. Это как природный спазмолитик. Но опять-таки, сразу оговорюсь, если боль связана с разрушением, дегенеративные процессы, артрозы, оксартрозы, да, ну, ребят, ну, понимаете, включайте немножко, да, свой мозг. Ну, не может этот продукт при таких патологиях действительно помогать. Но облегчает, да, но совсем боль не уберет. Поэтому здесь надо поменять уже слайд дополнительно. Потому что все-таки тут уже это разрушение самой структуры. Поэтому надо понимать, что еще хорошо для чего стоп, для кого стоп, у кого нарушен венозный отток. Те люди, которые страдают, например, мутичерепной гипертензией. Вот он как такой природный венотоник очень хорошо работает, да, восстановление оттока крови. И самое главное, активизирует капиллярное кровоснабжение. Вот то, о чем я уже и говорила, что состояние капилляров микроциркуляции – это проблема очень огромная сегодня, очень распространенная. И если у человека уже, например, болезнь рейно, но это уже достаточно такая запущенная стадия нарушения микроциркуляции, онемение, если вы чувствуете, в каких-то участках есть онемение, если, опять-таки, мерзнут руки, ноги, да, я уже говорила, стоп, стоп, он восстанавливает микроциркуляцию. Это действительно продукт, который нужно в программу включать всем, у кого есть риск инфарктов, инсультов, почечной недостаточности. Вот таких уже достаточно серьезных патологий он должен быть в программе обязательно, в программу включен. Женский, мужской комплекс. Ну, опять-таки, могу сказать, что меня удивило, что меня впечатлило. Конечно, состав. Потому что я знаю, что лечить мужчину, например, у которого есть проблема с потенцией или с эрекцией, у нас есть проблемы серьезные, без того, без включения в программу продукта, который будет снижать кортизол, бесполезно. Потому что как только в мужском организме поднимается кортизол, у него сразу падает выработка тестостерона. Сразу. И поэтому бесполезно давать ему там пальмы, сереноа или еще что-то, но не давая ему еще продукт, который будет снижать кортизол. А здесь все абсолютно... Посмотрите, какая рецептура. Четко все абсолютно входит в состав. Витания входит, ашваганта, для того, чтобы снижать уровень стресса. Стернера, женьшень – это те чисто мужские продукты, которые работают на функцию органа. Инжир, гранат, лимон, имбирь – это те овощи, это овощи, фрукты, овощи, фрукты. Те, которые именно в составе именно этих фруктов, есть именно те строительные материалы, которые необходимы именно мужскому организму. Ну, если интересно, возьмите инжир и разрежьте его пополам, и вы увидите, что строение абсолютно идентично мужским яйцам. Рецептура просто уникальна. Я с такой рецептурой никогда нигде не сталкивалась, потому что все настолько четко продумано, что именно воздействовать на все самые, на те первопричины, которые могут вызвать проблему или болезнь. Женская формула точно так же. Ну, в основном, конечно, она рассчитана на восстановление гормонального дисбаланса. Опять-таки, у женщин, в принципе, гормональный дисбаланс возникает очень часто. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот так маленькими шажками мы постепенно приходим. Да, поэтому очень многие даже не знают и не хотят понимать, и не хотят понимать, что почему мужчины редко болеют болезнями щитовидной железы, а у женщин это слишком рядом, потому что щитовидная железа и яичники женщины функция очень тесно взаимосвязана. Поэтому любые проблемы с яичниками тут же будут вызывать проблемы у женщин со щитовидной железой. Поэтому все женские болезни, все доброкачественные укупы, конечно, здесь нужно еще подключать обязательно ГРОУ или АЛЬТ обязательно нужно подключать, если там есть доброкачественные всевозможные. Если это воспалительные процессы, то я сюда всегда рекомендую еще добавляю стоп или тот же ГРОУ как противовоспалительный продукт. Ну, а восстановление именно цикла, если идет нарушение ментуального цикла, то есть те патологии, которые связаны с нарушением гормонального баланса, то этот продукт справляется очень хорошо и очень быстро. Ну, и то, что касается, конечно, и ослабления либидо, это тоже продукт замечательно помогает. Ну, слайд – это поддержка нашего опорно-двигательного аппарата и в чем тоже уникальность именно этого продукта и этого состава. То, что сюда входит горпогофиду, это удивительное лекарственное растение, которое обладает именно мощными противовоспалительными свойствами. И именно противовоспалительными свойствами, именно воспалений, которые связаны именно с воспалениями в нашем опорно-двигательном аппарате. Ну, опять-таки, весь состав продуман очень четко для того, чтобы и выводить соли из организма, да, это ночи, кислый диатез, это фадагра. То есть полностью весь состав способствует, например, синтезу собственного коллагена, чтобы собственный коллаген вырабатывался в достаточном количестве. Конечно, если это остеопороз, например, у человека, то я, конечно, добавляю сюда еще ГРОУ обязательно, ГРОУ-АЛЬК, потому что все-таки остеопороз связан с тяжелыми токсинами, которые есть в организме человека, их надо выводить из организма. Это делает прекрасно Аль. Но если процесс только начинается болезненный, да, потому что любое воспаление суставов будет сопровождаться отеком, естественно, болевым синдромом, то слайд очень быстро помогает. Помимо этого еще это болезни мышц, миозиты хронические. Я, например, у меня всегда есть слайд. Я с юности еще на 20 лет страдала и страдала, ну, сейчас уже нет, но страдала очень именно миозитами. Вот это у меня слабое место. И раньше как бы вот не было того, что очень быстро могло мне снять этот дискомфорт, да, там переохлаждение или долгое сидение, долгое напряжение в каком-то отделе. И сразу же вызывало этот дискомфорт. Знаете, что такое про стрелы, да. И сейчас слайд у меня, я только чувствую сразу, оп, 4, так 2-2, а потом через полчаса еще два раза осталось, все, как будто ничего и не было. Поэтому действительно такая скорая помощь работает замечательно. То есть все болезни опорно-двигательного аппарата и мышц, это все слайд. Ну и понятно, что рекомендуем, добавляем еще стоп, если очень сильно идет болевой синдром. И вот они очень здорово в своем работе. Ну, Захар, я сегодня рассказала, мне очень понравилось, как позиционирует компания, даже добавить нечего формула здорового сердца. Вот что можно еще добавить? То есть это говорит только об одном, что когда мы принимаем это дрожжи, наше сердце получает необходимые питательные вещества для того, чтобы восстановить свою структуру, укрепить структуру. Но и помимо этого, еще этот состав прекрасно оказывает воздействие и на коронарные сосуды. Потому что боярышник, он очень мягко работает таким, сосудорасширяющее дает такое, да, свойство. А мела белая, это уникальное растение, которое очень хорошо помогает и рассасывает атеросклеротические бляшки. Естественно, формула, этот рецепт и этот состав малино-земляника прекрасно разжижают кровь, работают еще и как природные антикоагулянты. Поэтому вот не придумаешь лучшего, да, лучшего названия этого дрожжа. Формула здорового сердца. И я бы добавила еще и формула здоровых коронарных сосудов. Поэтому, если действительно этот продукт принимать, принимать постоянно, сначала там в лечебной дозировке, если уже есть диагноз стоит, то это в лечебной дозировке, это 4 дрожжа в день. А потом, когда уже уйдут там, например, сердце сбоит, перестанет, ритм восстанавливается, боли проходят, давление, они как бы восстанавливаются, тогда просто переходим на профилактическую дозировку 2 в день для того, чтобы все-таки не остановить поток питательных веществ в своем сердце. Еще раз повторюсь, продуктов питания мы не можем взять то, что необходимо нашим органам каждый день. Поэтому продукт замечательный, быстро, прекрасно работает. У меня очень много результатов на харчу. Ну, Айс, это, конечно, наш термоядерный реактор. Наш маленький термоядерный реактор, это наш желудок. И я уже вам говорила, я проводила вебинары, чтобы вы понимали. Чего? Изжога. Куда надо? Изжога – это не от того, что повышенная кислотность у человека. Изжога, потому что она понижена. Как только PH соляной кислоты нарушается, наоборот, понижается, то есть в сторону щелочи у человека, верхний клапан кардинальный, нижелудочный перестает полноценно закрываться. И начинается идти заброс желчи, ой, соляной кислоты в пищевую. Поэтому Айс – это тот продукт, который восстанавливает и поддерживает здоровый, правильный PH соляной кислоты. Тогда, естественно, будут прекрасно расщепляться белки. У человека уходит изжога, уходит тяжесть, восстанавливается моторика. Но он работает не только, например, на желудочном, на желудок. Но он точно так же хорошо и помогает работать на поджелудочную железу и на кишечник, на моторику. Поэтому, когда меня спрашивают, люди обращаются, например, с кожными заболеваниями всевозможными, я первое, что им говорю, вы начинаете пить два продукта. Это Айс и Релакс. Потому что ваша проблема – это ваш желудок. Слишком много пищевых токсинов в организме. Конечно, я подключаю Айс, потому что их надо вывести, эти токсины. Потому что иммунная реакция организма на токсины, на пищевые, она однозначная – убивать. И за счет этого и начинаются вот эти все кожные заболевания. Поэтому очень хорошо, кстати, как увидеть, как работает ваш желудок. По вашим складочкам, сейчас я, наверное, включу на 5 минут видео и покажу вам, на что обращать надо внимание. Вот на вот эти складочки, вот тут, вот, когда вы видите такие очень яркие морщины, опускаются в губы, вот это первый признак атоничного желудка. Желудок, который очень слабо работает. Поэтому посмотрите сами, оцените. Ну, а у детей как проявляется слабый желудок? Ира, мы не видим, мы не видим. Вы не видите. А у меня все идет. Кто не видит еще мои картинки? Все было видно прекрасно. Картинки видим, видео не видим. А, видео я просто выключила, чтобы не тормозило. А, вы не увидели, как я показала? Да. Сейчас видите, сейчас видите меня, видео видите? Меня видите сейчас? Да, 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 все видели. И вот я вам показываю, да, вот, вот здесь, вот эти вот, когда опускаются, видно прям такие борозочки, такие глубокие. Вот это первый признак именно атонии слабого. А у детей как проявляется слабый желудок или недостаточное количество вырабатываемой соляной кислоты? Ребенок не хочет есть. У него просто идет полное отсутствие аппетита. И поэтому вот это первый признак. И эти дети будут, к сожалению, часто болеющими. Потому что соляная кислота в желудке, это первый барьер на пути всех патогенов в наш организм. И риск паразитарных инвазий у этих детей очень высокий. И в первую очередь это лямблии. А лямблии, они токсичны. Они забирают, они живут в тонком кишечнике в верхних отделах, там, где происходит процесс всасывания. И, к сожалению, все полезное они забирают, а, естественно, токсины в организме отдают токсины. И поэтому идет такая интоксикация. Поэтому детям, которые, у них проблема с аппетитом, начинайте давать айс детям. Потому что все начинается именно с этого. И именно кровь. Потому что хлор, наша соляная кислота, имеет формулу H-хлор. И хлор нужен нашему организму еще для того, чтобы очищать кровь от всех патогенов. Если желчь очищает кишечник, то хлор нужен для того, чтобы очищать кровь. А когда у ребенка мало вырабатывается соляная кислота, это может быть врожденная функциональная слабость. У меня это было, например, вот я только узнала уже, когда начала активно заниматься и обучаться. И я постоянно болела ангинами. Постоянно, сплошь рядом. Все дети летом на море отдыхают, а у меня ангина. Часто болеющий ребенок. Потому что не очищалась кровь. Поэтому стриптококковая инфекция, стафилококк, стриптококковая инфекция. Ее было очень много, и вот она и провоцировала у меня постоянные вот эти проблемы. Поэтому надо обязательно... Вот в Китае, действительно, для китайцев, для китайских специалистов, для них самый главный орган – это желудок. Не мозг, не сердце, желудок. И они нам всегда говорили, если желудок будет здоровым, человек никогда не заболеет раком. Никогда. Поэтому всем, у кого есть проблемы, обязательно займитесь тем, что надо обязательно свой желудок привести в порядок. Брейн – это наш мозг, который сегодня тоже, к сожалению, огромные идут нагрузки на него. Это многозадачность, в первую очередь, на работах. Огромная нагрузка идет от гаджетов. Родители и вообще и подростки этого не понимают. Через глаза, когда постоянно яркие картинки, когда постоянное движение, через глаза идет огромная нагрузка на мозг. И, естественно, потом это проявляется чем? Ну, СДВГ, синдром дефицита внимания, гиперактивность, на проблемы с памятью, с концентрацией. Естественно, в возрасте совершенно другие причины приводят. Потому что мозг точно так же, как и любой орган, требует своей продуктовой корзины. Ему нужны свои макро- и микроэлементы. И нужны каждый день, а не раз в год, три месяца попили и все. И думаем, ну все, накормил я мозг. А вот ему как раз нужно постоянно, каждый день. Для того, чтобы он раньше времени как бы не постарел. И чтобы вот такие проблемы, как геменция старческая, геймер, протенцион, да, ну, чтобы сохранить себя в разуме, чтобы не превратиться в ребенка, да, в такого слабоумного пожилого человека. Я просто переживала, у меня на глазах моя свекровь умирала от геймера, поэтому это не дай бог кому-то вообще пожелать. Поэтому брейн – это действительно возможность наш мозг питать, сохранить его в нормальном состоянии. И еще могу вам сказать уже по своему результату. У меня стоял диагноз хроническая ишемия мозга. Потому что в свое время у меня была серьезная травма в шейном отделе позвоночника. Позвонок сместился немножко вправо, С4, и начал поджимать мне позвоночную артерию. То тогда, когда это случилось, никто мне не посоветовал пойти к остеопату или к кому-то, чтобы мне как бы поставили на место. Прошло время, уже коррекцию не сделаешь. И надо следить действительно за реологией крови, потому что позвоночная артерия, она очень маленькая и узкая, калибр маленький. И я начала принимать брейн, я его принимаю два утром, это с 18 до 20. Потрясающе, я очень довольна, мне перестали вообще быть утренние головные боли, вообще забыла, что это такое. Поэтому все болезни, энцефалопатии, хронические ишемии, нарушение мозгового кровообращения, посттравматические синдромы черепно-мозговые, это все очень хорошо. И еще, я очень хочу вам сказать, дети, которые рождаются с родовыми травмами, с повреждениями, с гипоксиями, с обитыми пуповинами, не бойтесь, разводите водички, просто через воду давать ребенку этот продукт. Потому что это действительно может спасти вас от тех последствий, от тех же ДЦП и так далее. Великолепно работает, потому что состав здесь уникальный. Гинго-белоба, это чудо, это ашвагант, хатажа для того, чтобы центральную нервную систему привести в порядок, зеленый чай, мощнейший антиоксидант и онкопротектор. Ну то есть бакопоманье, просто чудо, которое восстанавливает кровоснабжение. В общем, ну состав, конечно, вы сами видите, он потрясающий. И вот он действительно помогает не только то, что здесь написано, да, вот восстановить поврежденные нейроны, кстати, постинсультные состояния. Тоже очень хорошо принимать брейн. Ну дети с ДЦП, конечно, то есть всем, где есть проблемы, повреждения или после перенесенных заболеваний, или после мозговых травм, всем принимайте брейн. Ребят, фантастический продукт, честно. Я не начинала с него, я начинала, естественно, с ТОП, ГРОУ, но все-таки я пришла к брейну, я уже принимаю больше месяца, и я постоянно тебе сказала, теперь все, я постоянно его заказываю, потому что он чудесным образом работает, прекрасно работает. Ну и последний, конечно, наш продукт, но это не последний продукт, нас всех ждет еще удивительный сюрприз от Сергея Сергеевича Куликова, потому что у нас еще будет скоро презентация двух новых продуктов, кстати, очень долгожданных, но я не буду преждевременно ничего говорить, я сделаю интригу. Бьюти продукт тоже, посмотрите на состав, но он как бы бьюти заменяет собой 3-4 продукта, потому что здесь и артишок, и одуванчик, и расторопшая куркума, это гепротопротектор, то есть это печень, ромашка, антисептик замечательный, очень много виноград, ресвератрол, антиоксиданты, ну красота изнутри, которую видно, ну это можно расшифровать очень просто, это регенерация органов, есть и восстановление всех нарушенных процессов, и в первую очередь желудочно-кишечного тракта, это устранение интоксикации, вывод токсинов из организма, поэтому естественно и кожа сразу станет хорошей, и волосы, и ногти, ну и плюс тот глобальный количество макро-микроэлементов, которые получает организм здесь, поэтому у меня уже даже парикмахер мне моя сказала, тем более, что я крашусь давно уже, очень давно, и когда я у меня была в августе, я говорю, слушай, у тебя полностью изменилась структура волос, что ты пьешь, она мне говорит, я говорю, да, вот я пью, вот такой удивительный продукт, поэтому это действительно очень видно, и могу еще сказать даже по загару, я неделю была на море всего лишь, неделю, но у меня был загар просто фантастический, как будто я месяц где-то в Доминикане отдыхала, у меня в жизни такого загара не было, поэтому действительно и кожа становится, очищается кожа, и структура восстанавливается, ну, а сейчас еще плюс косметика, ну, мы вообще будем, я не знаю, молодеть будем на глазах, ну, и все это, конечно, подтверждается вот этими самыми уважаемыми международными сертификатами, международными, это и халяль, это кашрут, если халяль дается на три года, то кашрут дается только на один год, там вообще очень все щепетильно, это сертификаты ТЮФ, ну, это, конечно, ФДА, ваш американский сертификат, ну, и понятно, что в каждой стране пребывание компаний легально, официально, тоже есть внутренние сертификаты, вообще, я вам хочу сказать, вот, когда мне задали вопрос, почему ты выбрала компанию EPL, при том количестве компаний, которые сегодня есть, я сказала, знаете, ребят, я пришла за качеством, я устала от того, что продукт, который сегодня предлагают, я устала от плохого качества, у нас сегодня качество плохое и продукта, у нас сегодня качество плохое и в бизнес отношения, это ужасно, И вот в компанию EPL я пришла за качеством. И за качеством продукта, и за качеством логистики. Потому что можно много обещать, но ничего не делать. А Куликов обещает и делает. И за качеством логистики, и за качеством бэк-офисов, и за качеством сайта. Вообще все на высочайшем уровне качества. И второе, зачем я говорю пришла? Я пришла за продуктом. Потому что это эксклюзив, это продукт, который не просто меняет мир, а он спасает мир всего. Поэтому я сама пользуюсь, всем рекомендую. И единственное, что могу сказать, что надо всегда помнить о том, что когда мы начинаем принимать продукт, тот орган, который вы лечите, он обязательно будет болеть. Обязательно. Поэтому я вам сказала, чтобы не сильно, лучше пропейте релакс, тогда не будет сильного обострения. Но по-другому он вам не может сообщить, что процесс пошел. Поэтому когда я начала брейн пить, то я, конечно, три дня у меня были немножко такие головные боли. Не сильные, я не говорю, что это сильно, но чуть-чуть дискомфорт я ощущала. Ну и Майя знает, я очень люблю афоризмы великих людей, и я часто очень их использую в своих презентациях. Но у меня есть очень самый любимый, который висит у меня в офисе, прям при входе, для того, чтобы люди понимали очень важную вещь, касаемую своего здоровья. Что не бывает поздно, бывает уже не надо. Поэтому у нас сегодня есть с вами потрясающий продукт, который не только поможет нам защитить себя от этой беды, которая сегодня случилась во всем мире, она поможет нам продлить нашу жизнь и наше активное долголетие. Вот что мне очень нравится. Активное долголетие, а не долголетие, например, прикованное к постели или кровати. Единственное, что, конечно, надо все равно соблюдать осторожность, потому что есть транспорт, поэтому вот это надо соблюдать и быть осторожным. Все, дорогие мои, я все, что хотела, вам рассказала. Вопросы, Майя, я отвечаю на вопросы? Да, 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 конечно. Если есть вопросы, пожалуйста, ребята, задавайте. Включайте микрофон и задавайте вопросы. Вопросы, пожалуйста, называйте свое имя, фамилию, штат. Здравствуйте. Ангелина, говорите, говорите. Извините, пожалуйста. Ангелина Андроуд-Денвер. Ирина, я хотела вас спросить. Сейчас большая проблема в Америке из-за того, что в еду добавляют очень много гормонов, дети растут, и когда они растут, у них очень болят ручки и ножки. Что вы посоветуете? Потому что косточки не успевают расти за гормонами. Гроу, гроу, слайд, вот это все, что необходимо для того, чтобы организм справлялся с этим ускоренным ростом. Вместе со стопом? Да, ну стоп, конечно, тоже можно, но слайд тоже обезболивает. То есть вы можете, у детей быстрый результат идет, но гроу обязательно, гроу и слайд обязательно, чтобы соединительная ткань. Ребята, пожалуйста, следующий вопрос. Мы даем только краткие вопросы, каждый по одному, пожалуйста. Хорошо, можно, пожалуйста. Меня зовут Алла, я из Калифорнии. Да, и вопрос у меня такой. У меня есть женщина, у которой довольно сложная диагностика, и я хотела бы, я даже не знаю, если возможно будет это осветить здесь. У нее гипертрофия на почечниках, проблемы гормонального фона, нервы, печень, нарушение кровотворения, онкология щитовидной, проблемы желудочно-кишечного тракта, перфорации кишечника. И она, и у нее самый большой вопрос. Просто она показала всю линейку, как им начинать принимать, что принимать. Релакс, релакса. Начинайте с релаксом. Хорошо. А вот потом, что беспокоит больше всего? К сожалению, не могу ответить на этот вопрос, потому что, ну, это все, что я имею. Да, вы у нее узнаете, но начните с релакса. Если такой букет, обязательно потом броу подключайте. Обязательно. И, ну, а там уже надо, в принципе, смотреть, если желудочно-кишечный тракт, значит, айс. Но сначала, в принципе, она может пропить релакс, а потом может принимать все. Но только пусть релакс пропит. Хорошо. Хорошо. Я поняла. Спасибо большое. Просто вы должны, смотрите, потому что дать ей сейчас очистку при ее таком состоянии, мы вызовем очень сильное обострение. Не надо. Лучше потом. Пусть она на релаксе, на айсе, там, на гроу. Она GTS может и дать, если кровообращение нарушено. Пусть она немножечко восстановит все, да, организм укрепит чуть-чуть, а потом уже можно давать MELS, ALS, все. Но сначала пусть организм немножко укрепится. Ирина, простите, я добавлю только одно. Она сказала, что у нее организм полностью очищен, и даже подтвердили анализы, потому что она уже много лет со всем этим борется. И она придерживается, то есть, ну, органик еды пытается там, ну, питается в общем правиле и так далее. Да, да. То есть у нее как бы... Это хорошо. Но если у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом, как я сказала, что от этого питания результатов не будет, потому что она все равно будет сидеть, и у нее будут дефициты. В первую очередь минералов, кальция, калия, селена, потому что слабый желудок и больно желудочно-кишечный тракт не усваивает минерал. Спасибо большое. Ребята, у кого следующий вопрос? Да, у меня есть вопрос. Меня Тома зовут, из Акромета Полифорния. У одного знакомого рак мозга. Я уже поняла, что вначале нужно гроу давать и релакс. Можно ли через две недели давать... Алло, алло, меня слышно? Да, да, да. Да, у меня вопрос. Можно ли давать ему брейн? Кому? У человека рак мозга. Опухоль. Опухоль. Большая? Да, уже дважды оперировали его. Доброкачественная? Злокачественная, да. Ну, я бы здесь, наверное, бы остановилась больше на двух продуктах. Это Альф и Гроу. Вот это два мощных таких онкопротектора. Вот эти два. Как долго? Ну, как долго до результата. И там надо начинать по одному, давать дня четыре, по одной каждой, смотреть на реакцию. Потом добавлять постепенно. Понимаете? Да. Тут надо постепенно. Потому что сейчас брейн не надо им давать. Сейчас надо именно дать онкопротекторы. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ирина, Оксана из Миннесоты. Какие особенности, если удален желчный пузырь? Но сахар высокий. Никаких особенностей. Просто хитр надо. И режим питания правильный. Вот это обязательно. И ни в коем случае не убирать из рациона сало или сливочное масло. Обязательно нужны жиры для оттока. А начинать вот с чего человеку? А с чего хотите начинайте? А что? Что-то беспокоит? А с чего? Что беспокоит? Это не меня лично. Вот это женщина, которая очень заинтересована. У нее высокий сахар. Удален желчный пузырь. С хитрера начинаете. С релакса и с хитрера начинается. Если удален желчный пузырь, значит, очень долгое время печень была перегружена собственным продуктом. И тут проблема диабета идет именно связана с глюкогоном, а не с инсулином. Поэтому релакс и хитрер. Я, конечно, туда добавила. Мелс пока не надо. Смотрите, дорогие мои. Мелс – это он чистый. Любое очищение – это всегда нагрузка определенная. Вот с такими диагнозами лучше пусть сначала уравновесить свое состояние немножко, а потом уже давайте что хотите. Но не сразу. Когда сосуды сужены, когда сахар, печень не в порядке. Ставьте, вы сейчас дадите Мелс. То есть понятно, что начнется процесс. Очень быстро иммунитет просыпается. И они начинают, лейкоциты, очень быстро уничтожать чужих. И все равно нагрузка присутствует. Сейчас, вы понимаете. Посмотрите, как у нее лицо. Видишь, какая кожа. Ребята, отключите микрофоны, кто не задает вопросы, пожалуйста. Поэтому лучше вот такими больными, лучше поддавайте им пациенту. И все, в милах, хепер. А потом там уже через какое-то время на Мелс. Диабетикам всем нужен Мелс, потому что у них грибов много в организме. Ирина, а если вот пожилой человек 80 лет, но только Гроу хочет, можно ему? Ну, в смысле, нужно, нужно, нужно. Но только, только хочет Гроу пить. Ну, я бы ему, конечно, обычно посоветовала и Хаса. Все-таки сердце 80 лет требует внимания. Если он хочет дольше прожить. Достанет. Ирина, а можно, пожалуйста, еще один вопрос? Это Алла с Калифорнией еще раз. А можно к вам записаться на консультацию? Ирина? А на консультацию ко мне. А у вас, может быть, не будет мести? Ну, давайте мы через Маечку будем все это делать. Да, Маек Радимович. И именно что? Хорошо. Мне нужно возраст, группа крови, диагнозы, жалобы. А я уже буду там смотреть. Хорошо? Хорошо. Ирина, Александра, Нью-Йорк. Можно задать вопрос? Да, конечно. Во-первых, сказать спасибо большое за изумительнейшую лекцию. А второй вопрос. Мы ведем здоровый образ жизни. У нас ничего не болит. Мы бегаем каждое утро по океану. Молодцы. Как надо правильно принимать? Потому что одни ночью, одни там говорят одно. Просто маленькую посуду. Нет, смотрите, я вам просто скажу. Перед сном принимаются желательно. Это Мэлс и Хепа. Ну, потому что вы же понимаете. Есть суточная активность органов. Да, биологическая активность. Для чего она? Это говорит о том, что именно в это время мозг, мозг, ваш мозг, именно тесно взаимодействует с этим мозгом. А что значит тесно взаимодействовать? А вот он в первую очередь его будет, ему питание будет отправлять. Понимаете? Он все руководит. Поэтому, если ничего не болит, не надо привязываться. Но если есть уже конкретные болезни, это чтобы быстрее получить результат, мы рекомендуем. Но если ничего нет, в любое время, ты эти, боже мой. Мы просто, вот Мэлс, почему мы на ночь принимаем? Потому что идет очищение. Когда мы спим, этот процесс просто будет более эффективнее. Спасибо. Пожалуйста. Извините, а можно мне задать вопрос? Анатолия из Северной Каролины. Я начала принимать всю линейку, все 15. Причем в большом количестве сразу, в течение трех месяцев. Молодец. Каждый день, несколько раз в день, просто вот уже привыкла. Но вдруг резко, ни с того ни с сего, у меня начали появляться воспаления. Высыпал герпес на губах. Я здорова, у меня его 10 лет не было. Вообще, я уже забыла про него. И вдруг ни с того ни с сего, вдруг воспаление в одном месте, в другом месте. И герпес, который вообще, я просто поразилась, откуда он. Пошла даже, сдала опять на ковид. Потому что испугалась. А что испугаться? Это говорит только об одном, что он сидел у вас. Они живут, герпес сидит в гоноглеонарных узлах. Там, где у вас идет нервное плетение. Понимаете? Вот он у вас был. Просто он сидел там. И какая-то любая ситуация. Он бы потом вывез. Вы начали принимать продукт. И он его погнал со своих домиков. Понимаете? С насиженного места. Я говорю, когда вы начинаете принимать продукт, у вас однозначно организм начинает очищаться от всего, что ему мешает нормально работать. Понимаете? И то, чего избыток. Поэтому выделения могут быть из любых отверстий. Вот какие отверстия у нас есть в нашем теле. Из всех этих отверстий может идти выделение. Из кубка, из глаз, из ушей. Ну, даже не из тех, которые только предназначены для выделения. Понимаете? Через все. Все. Поэтому у вас пошло очищение. Это очищение. То есть это вот этот герпес, это нормально. Бояться нечего. Я три месяца ходила с герпесом на губах. Три месяца. Это вот после того, как вы принимать стали. Да, правда? Да. То есть бояться мне нечего. А надо радоваться. Я людям объясняю. Радуйтесь. Потому что герпес – это всегда риск онкологии. И чем больше у вас в организме, тем слабее ваша манитет. Поэтому радуйтесь. Он вышел. Все. Понятно. Отлично. Хорошо. Спасибо большое. Ирина, здравствуйте. Меня зовут Рита. Шикаго. Я уже с марта месяца принимаю всю линию. И никак не могу избавиться от изжоги. И совершенно запуталась, когда брать айс до еды и после еды. Абсолютно все запуталось. А что запутываться? А вот что вам показывает, что вам подсказывает в вашем периоде? Я пробовала до еды. И у меня причем изжога только вечером в основном. Где-то в 9-10 вечера. При том, что я в последний раз ем в 5 часов. А вы мне скажите, как вас зовут? Рита. Рита, скажите, а что у вас сердечко? У меня вообще диафрагмальная грыжа. Ну вот видите, диафрагмальная грыжа. Вот, и у меня, я не знаю, у меня это все началось лет 15 тому назад. После того, что я принимала антибиотики. Вот, как это называется, в желудке. Вы должны понять одну очень еще важную вещь. Изжогу, изжога, это как нас учили. Это еще один из симптомов или предвестник инфаркта. Поэтому это не только может быть связано с желудком. Поэтому обратите на это внимание. Я была у кардиолога, у меня проверили все сердечное, все нормально. Но сердце сильно колотится. Харп, попейте харп. Если только именно вечером у вас изжога, то это уже есть о чем подумать. Так что мне делать, к кому обращаться? Никому харп попейте. Я принимаю одно дрожжи в день. Это мало, это ничего. Запомните, одно дрожжи, это ничего. Четыре, это лечебная дозировка. Две, это профилактическая дозировка. А одно дрожжи, это ничего. Как же можно всю линейку принимать по два-четыре дрожжа? А вы сейчас не принимайте всю линейку. Вам надо сегодня убрать свою проблему. Правильно я услышала? Да, и да. Вы так сделаете акцент на харп. Пожалуйста. А если вообще не принимать или брать его все равно? Нет, вы его пейте, но, видите, если вы его пьете, столько времени, а у вас изжога не прошла, значит причина не там. Понятно. Спасибо. Девочки, пожалуйста. Наташа Амирова, Нью-Йорк. Спасибо большое за блестящее обучение. Вопрос такой. Мужчина средних лет, травма спины три недели, частичный паралич, страшные боли. Как ему помочь? Ну, ребят, такие состояния, конечно, требуют еще и традиционного лечения. Вы же должны понимать, да? Тут все-таки надо, да, мы можем ему предложить слайд, пусть он принимает слайд, пусть он принимает стоп. И там идет по четыре, а то и по шесть дрожжей. Понимаете, когда идет вот такое, в лице воспаление идет сильно. Ну, и, конечно, в этой ситуации не надо никогда отказываться и от традиционного лечения. В комплексе должно все идти. Обязательно в комплексе. Он дома находится или где-то? Он дома лежачий, ему помогают традиционные медицины, гомеопатии, но мы имеем большие надежды на наши дрожжи. Страшно, тогда да, тогда давайте ему слайд, стоп. Слайда даже можно по шесть шкур в день давать. Благодарю. Ребята, нет вопросов больше? Отпускаем? Ну что, Ира, огромное спасибо за помощь. Мы рады тебя видеть. Рады тебя видеть в любое время суток. Я вообще удивляюсь. Вот смотрю, ты в три часа ночи выглядишь как огурчик. Я таки понимаю, что дрожжи работают. Это да, это сто процентов. Большое спасибо. Всем пока-пока. Девочки, всех поздравляю с наступающим праздником мира и тебя. Я вас тоже поздравляю с праздником. Да, у нас очень большой праздник. Завтра день благодарения. Я вас поздравляю. Очень красиво. День благодарения. Замечательный праздник. Благодарите, благодарите и себя в первую очередь за то, что вы, вот я специально вам эту картиночку показала, да, тот, кто хочет быть здоровым, отчасти уже вы здоровы. А если вы присутствуете на таких праздниках, значит, вы хотите быть здоровым. И самое главное еще и хотите помочь другим быть здоровым. Это здорово. Поэтому благодарите в первую очередь себя за то, что вы хотите. И, конечно, благодарите родных и близких Всевышнего за то, что у вас есть и что будет благодаря компании Бел. Все, я вас всех целую. До свидания. Пока. И с праздником еще раз. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Большое-большое. Спасибо огромное. Спасибо всем. Ребята, всех с наступающим праздником. Здоровья. И давайте спокойно отметим в мире здоровья этот прекрасный праздник. Мальчика, спасибо. Да, пожалуйста. Можешь объяснить всем быстренько за это промоушен косметикой? На что нам дают скидки и вообще? Потому что, ребята, я поняла, что нам дают набор вот те семь видов, которые сейчас появились в Америке. Они стоят 700, по-моему, 35. Плюс нам дают еще те три, которые были в России, в коробочку. То есть получается, что у нас будет 10 предметов косметики. Если это так, и мы платим за это неполные 500 долларов, я считаю, что это просто шикарно. А я этой коробочки дополнительно не видела в бэк-офисе. Я не видела в бэк-офисе, Ира, но она есть в том e-mail, который мы получили. Да, да, да. В e-mail есть. Поэтому, наверное, нам будут ее просто давать как подарок. Вот эти коробочки мы можем заказывать. Завтра мы увидим. У нас осталось 2 часа. Через 2 часа мы все увидим. Поэтому, я думаю, давайте дождемся, и мы все увидим. Да, слушаю вас, девочки. Майя, а возможно, чтобы этот эфир еще раз прослушать? То есть он в записи? Вы можете его дать в записи? Я не знаю. Ира, Вика, вы делали запись? Мы всегда делаем запись. Да. Видите, вот так Виктория отвечает. Она всегда делала запись. Я вам сегодня утром скинула быстро на английском языке промоушен. А Виктория спокойно все перевела на русский язык. Спокойно поставила. Вы знаете, вот я благодарна, что в нашей группе есть такой человек, на которого можно положиться. Это в полном смысле слова как матрица для нашей команды. Она знает всегда, везде и все. Она находит время, чтобы всем помочь выставить материалы. Я просто благодарна себе вообще за команду и за Викторию Асоганну. А мы ее любим. Да. Отлично. Спасибо вам огромное. Мы все благодарны. Виктории тоже. Всем, всем. Хорошо. Девочки, извините, пожалуйста, не успела записать. От рака мозга что нужно принимать? Я записывала, так что могу сказать. Да, скажите, пожалуйста. Альт и Гроу. Альт и Гроу по одной конфете четыре раза в день. Потом увеличивать. Спасибо большое. Ну что, спокойной ночи, родные. Майя, еще можно вопрос по косметике. Через два часа. Если только будет available у нас там семь штук, то все равно как бы покупать в надежде, что еще дадут этот бокс. Я рассчитываю, что да. А мне кажется, что там будет отдельно, дополнительно вот этот весь набор. Я не уверена. Может быть, может быть. Он будет дополнительно стоять. Вика, осталось два часа. Вам просто не у кого спросить. Понимаешь, Москва о нашем промоушене ничего не знает. А Артык тоже ничего не знал о нашем промоушене. Понимаешь, поэтому тут такой вопрос, что мы увидим, наверное, первые сами. Ну, а тогда скиньте в чат то, что увидите. Конечно, конечно. Пока еще нет. Девочки, я проверяла перед началом школы 8 часов, пока никаких изменений не было еще. Маечка, я прошу прощения, можно еще одну секунду? Да, да, конечно. Менщина, которую я только что спросила по поводу рака крови, я неправильно вам сказала. Нужно Альт и Гроу по одной конфете не четыре раза в день, а четыре дня по одной конфете. Ага, спасибо большое. Ты имеешь в виду рак мозга? Ой, я прошу прощения, рак мозга, спасибо. Рак мозга. По одной конфете четыре дня, а потом по чуть-чуть увеличиваете. А, спасибо большое. Девочки, есть вопросы ко мне? Нет? Тогда всем хороших праздников. Как только увижу информацию, я сразу поставлю на группе. Я или Вика, кто-то из нас сразу поставит на группе. Вика у нас ночная птичка. Поэтому я думаю, что она меня тут, как это сказать, быстрее, чем я сделает. Переплюнет. Да. По любому вопросу завтра, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, можете звонить. Вместе встречаемся в пятницу на школе по маркетингу. Приводите своих новеньких. Я очень хочу, чтобы они через неделю привели вам по два новых человека. И я для этого сделаю максимально все, что от меня зависит. Вы видите, мы приглашаем людей. У них ночь. Но они приходят работать с нами. Вот то же самое у нас будет с вами и в понедельник. Человек ночью будет с нами говорить. Человек, которого подписал лично Куликов. Он в его первой линии. Дорогие мои дамы, вы получите столько удовольствия, что вы даже не представляете. Вот те, кто его видел и слушал. Майя, скажите, пожалуйста, во сколько он будет? В девять вечера. В пятницу, да? В девять, не в восемь по Нью-Йорку. Нет, нет, нет. Мы решили сделать для него все-таки... У нас с Москвой восемь часов разницы. И мы решили сделать ему немножко на час позже все-таки. Спасибо. Вот, вы получите огромное удовольствие, девочки, накраситься, чтобы вы хорошо выглядели, причесаться. Потому что он ведет школу с открытым эфиром. То есть он хочет вас видеть, с вами разговаривать и с вами общаться. Поэтому, пожалуйста, мои привлекательные, красивые. Не фотографии, а лично. И он будет с вами общаться. Вы получите, я вам обещаю. Море интересных вещей. Которые никто больше в компании вам не даст. Спасибо большое. Майя, а вот еще такой вопрос. Вот можно ли как-то с Ириной устроить вот просто вообще одни вопросы и ответы, чтобы все время... Понимаете, вот я вот сегодня задала вопрос по поводу этого сахара, да? Я вот Славе звонила, спрашивала, да? Потому что Слава делился своим опытом там с сахаром. Я читала, я слушаю все лекции, читала вот эти рекомендованные программы и так далее. Вот мы все вместе там, так сказать, сообща набросали программу и рассказала. Не то чтобы совершенно другое, но она сказала начать вот... Ну да, можно сказать совершенно другого. Мы накупили кучу норма, так? Так, и оказывается, ей нужен хепер, а не норм. Но мы хепер тоже купим, но только меньше там типа, да? Вот так вот. И можно ли какой-то, ну я не знаю, я даже не знаю в какой-то форме, но может быть вот действительно какие-то такие вопросы? Значит, смотрите, Ира читает лекции у нас по отдельным вопросам, по отдельным. Вот по диабету я выставила в группу сегодня ее вебинар по диабету. И она в этом своем выступлении обратила внимание вот на что. Что нам надо, прежде чем браться, помогать людям с диабетом, понять, откуда этот диабет. Поэтому прослушайте ее лекцию. Да, она там полтора часа идет. Возьмите ручку и выпишите. При том, что диабет начинается на нервной почве. Второй диабет начинается от поражения печени. Третий вид диабета. Начинается заболевание печени. Четвертый вид диабета. Начинается заболевание легких и так далее. Вот тогда вы поймете, поговорив с человеком, вы узнаете, откуда у него начался диабет. Ведь примерно каждый из нас знает, что с чего начинается. Поэтому поговорив, узнав, что искать, вы тогда будете знать. Я когда-то начинала, Ира прочитала лекцию по группе крови. Какие заболевания есть. Позвонила мне женщина. Выяснили, что у нее третья группа крови. Я говорю, такая смелая, только что записала лекцию. Говорю, а курицу вы едите? Говорит, ем. Я говорю, а вам курицу нельзя, а гречку вам нельзя. Она звонит мне через три дня. Говорит, я вам так благодарна. Я, говорит, три дня не ем курицу и гречку, если я совсем по-другому чувствую. У меня энергия появилась. Я двигаться хочу. Я даже успеваю после работы дома что-то сделать. Почему мне раньше никто не говорил, что мне не надо есть курицу и гречку? Понимаете, надо просто то, что читает Ира Абдуленко, надо садиться ее бинары. Нужны кому-то на какую-то тему, скажите. Буду скидывать вам на телефон через WhatsApp. У Вики у меня есть практически все бинары Абдуленко. Вика их выставила на наш канал на YouTube, на который вы можете войти только через нашу ссылку. Поэтому мы вам выставим эти ссылки, что вас интересует. Там и программа похудения есть, и программа по группам крови есть. Садитесь и в свободное время найдите час-полтора времени или два раза по полчаса, или три раза по полчаса. Но выписывайте. Вот Ангелина так начинала. Да, вот я хотела сказать, что Вика говорит, немножко вам в помощь моя, чтобы вас не дергали. Просто девочки могут зайти на канал YouTube, написать Ирина Абдуленко, APL, и там выскочат все ее лекции. И вот там по группе крови что-то я не нашла. Я прослушала, ну вот все, которые были, я подписана на нее, прослушала все. У меня уже целый конструктор. Хорошо, мы сейчас выставим в группе APL по группе крови. Девочки, у меня к вам еще одна просьба, родные мои. Вот мы прошли школу Иры Абдуленко. Мне не надо писать, что вам понравилось или еще что-то, когда я даю школу. Но когда мы гостя приглашаем, пожалуйста, напишите свои отзывы в группе APL. Ей будет очень приятно это услышать. Конечно, там... А где еще писать? Это еще надо кому-то или только чтобы Ире приятно? Нет, чтобы Ире было приятно. Потому что она в нашей группе APL, она часто отвечает на ваши вопросы прямо в группе APL. Поэтому ей будет приятно ваше мнение о ее школе. Это даже нет слов просто, какое у нее глубокое понимание. И сколько бы мы ни конспектировали, у нас не может быть такого понимания. Я согласна, девочки. Поэтому мы будем обязательно с ней вместе работать. Но она любит, когда мы уже что-то знаем. Вот мы говорим, вот мы уже знаем, что сейчас надо две недели, любое, чтобы не случилось, начинать с релаксы. Она говорит, да. То есть есть свидетельство того, что мы занимаемся. Не просто каждый раз ее слушаем, а что мы что-то уже умеем делать. Мы занимаемся, что-то конспектируем, разбираем. Да. Ну, мы делаем это. Большое спасибо, Майя. Отдыхайте тоже. Пожалуйста. Да, хорошего. Всего хорошего, девочки. Я отдыхаю. Я буду ждать 12 часов, чтобы увидеть, что происходит. Хорошо, девочки мои. Всего вам хорошего, доброго вечера. И завтра хорошего дня. Все новости будут в группе APL. Спасибо. Спасибо, Майя. Спасибо большое. До свидания, родные. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok